Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Фёдорова. Сегодня покажу вам три способа выращивания лука на зелень в домашних условиях. На туалетной бумаге, на опилках и на земле обычным способом. Для сравнения. Итак, вот смотрите, что я сделала. Опилки я заранее приготовила. Я залила их кипятком дважды, остудила. Всё, они у меня продезинфицированы, раскислены. Всё с ними в порядке. Готовые, остывшие. Так, лук тоже заранее замочила, потому что я всё-таки... Это у меня лук из магазина, я не уверена в качестве посадочного материала. Я захотела его всё-таки обработать, продезинфицировать немножко, чтобы не заводилось потом никакой гнили, плесени и тому подобного. В солевом растворе на ночь замочила в тёплой воде. Ну, примерно градусов 40 вода была. И одну ложку чайную соли на литр воды. Вот в таком растворе я ночь подержала. Всё очистила более-менее, так его подготовила. Лук, в принципе, готов. Так, для этого дальше нужно взять пакетик. Я всё-таки предпочитаю какую-нибудь, ну, чашечку, не чашечку, подончик, что-нибудь использовать, потому что всё равно потом всё это дело, оно разваливается поначалу, пока корневой системы нет. Это не очень удобно, поэтому какую-то подложку или чашечку, мисочку надо сделать. Ну, так, это по моему опыту. Накладываю сюда опилки. Не знаю, даже хватит, наверное, ещё немножко. Всё, сейчас буду лук дальше сажать. Обязательно отрезаю луковую шейку вот здесь. Вот так. Вот, все луковички сейчас таким образом обработаю. Так, всё, все обрезала. И теперь сажаю сюда. Вот так. Луковички одна к одной ставлю плотненько. Здесь уже есть росточек, поэтому я этот не стала. Всё посадила, всё как надо. Теперь надо закрыть пакетик. Надуваю его. И завязываю. Ну, конечно, этой концентрации маловато углекислоты. Но, как сказано, так и сделаю. Всё. Теперь я сюда поставлю на полочки, где у меня температура плюс 25 градусов и хорошее яркое освещение. Там, я думаю, будет хорошо. Итак, мой лук на 15-й день. Не знаю, как говорят, что за 2 недели можно вырастить лук на опилках. Но у меня вот прошло 2 недели, и результат такой. Да, он, конечно, начал расти. Ну, здесь одна штучка и была уже с зелёными ростками. Пока вот так вот у меня всё выглядит. За 2 недели, конечно, он не вырастает до таких размеров, чтобы прям вот большой пучок пера был. Вот за 2 недели он так выглядит. Это у меня на опилках. Вот хочу вам ещё показать. В тот же день специально сделала и на туалетной бумаге. Вот эта партия у меня на туалетной бумаге. Он вот так выглядит. Пакеты, как говорят, что пакет не надо убирать, пусть он в завязанном состоянии будет, пока перо не вырастет до верха пакета. Мне пришлось пакет приоткрывать, потому что здесь начала заводиться уже через несколько дней плесень. Вот даже видно. Мне приходилось где-то на полдня открывать вот так и подсушивать, и тем самым удалось распространение плесени немножко затормозить. Вот здесь даже видно ещё остатки. На туалетной бумаге вроде бы тоже начинает прорастать, но гораздо медленнее, чем на опилках. На опилках тоже была такая же история с плесенью. Я тоже его открывала. Тоже так же примерно на полдня, через несколько дней тоже начала плесень здесь быть. Поэтому говорят, что не надо открывать. Всё-таки мне пришлось открывать. И ещё вот одна партийка в тот же день я посадила просто для сравнения. Обычным способом, просто в земле. И вот видите, здесь ситуация гораздо лучше. Сами луковки здоровые, корни у них большие. Здесь корни большие, но луковки начинали заболевать. А здесь всё хорошо, всё сухо, хорошо, красиво. И вот перо уже такое мощное, толстое и гораздо длиннее. Я думаю, что всё-таки в земле, наверное, получше выращивать. Вот такие новости у меня на 15-й день. Буду дальше вам показывать. И вот в итоге так вырос мой лук на опилках. Сейчас прошёл ровно месяц со дня посадки. Вот такой он уже. Так, сейчас покажу лук на туалетной бумаге. Вот что получилось по сравнению с ним. Ну, на туалетной бумаге даже как-то получше получилось. Вот за месяц всё это у меня выросло. Так, ну а тот обычным способом. Вот он. Всё-таки земля есть земля. Вот он довольно такой большой. Жирненький, зелёненький. Такое вот отличие. Это в опилках, это на туалетной бумаге. И вот просто в земле. Вот так у меня получилось вырастить лук. Всеми тремя способами. Ну, растёт он, конечно, не быстро. За две недели его вырастить не получится. Вот этот вот обычным способом за две недели получается вырастить. Уже можно первые пёрышки, зелень брать, ну, как бы на еду. А вот остальной вот только в таком виде через месяц. Уже можно что-то здесь поиметь на еду. Вот такие новости у меня для вас на сегодняшний день. Желаю вам успехов в вашем растительном творчестве. Субтитры сделал DimaTorzok